Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на уроке географии. В начале урока давайте разгадаем с вами кроссворд и определим тему нашего урока. Как называются ресурсы, которые оказывают влияние на рост и развитие сельскохозяйственных растений, формирование урожая, проведение полевых работ. Агроклиматические. Как называется жаркий и сухой ветер, который приводит к еще большему испарению влаги с поверхности земли? Суховей. Укажите природный фактор, который является причиной засухи, заморозков, выпадения града. Климат. Какой тип климата из-за удаленности от океанов формируется на территории Кыргызстана? Континентальный. Итак, ребята, что у нас получилось? Слово реки. И действительно, сегодня на уроке мы с вами рассмотрим тему главные речные системы Кыргызстана. Мы узнаем много нового о реках нашей страны. Вода играет огромную роль в жизни нашей планеты. Она участник глобальных круговоротов и самых грандиозных процессов на Земле. Вода – источник жизни. Вода всегда оказывала важное влияние на формирование человеческой культуры и развитие цивилизации. Велико значение рек в истории развития земледелия. Благодаря орошению осваивались засушливые земли и выращивались сельскохозяйственные культуры. По берегам рек возникали древние поселения, где люди занимались разнообразной хозяйственной деятельностью. Поэтому часто именно реки и родники почитались как природные святыни. В развитии Кыргызстана совершенно особенная роль принадлежит рекам. Решающую роль в их характеристиках играют особенности рельефа и климата тех местностей, по которым они протекают. Вспомним, что река – это естественный водный поток, текущий в разработанном им углублении русле. Существование в горах Тиньшане и Памира-Алая мощных узлов оледенения, больших площадей, занятых снежниками, выходов грунтовых вод, обуславливает формирование густой и развлетленной гидрографической сети. Географическое положение в центре самого крупного материка Евразии, вдали от океанов и морей и сравнительно в южных широтах, приводит к формированию на территории Кыргызстана засушливого континентального климата. Влияние климата непосредственно отражается на формировании стока вод. Речный сток представляет собой процесс перемещения воды в виде потока по речному руслу. Он определяется количеством воды, которое река выносит за определенный период, а также количеством осадков и величиной испарения. По характеру водного баланса территория Кыргызстана подразделяется на две области. Область формирования стока и область рассеивания стока. 87% территории Кыргызстана относятся к области формирования стока. Это территория высоких и средневысоких гор и высоко расположены межгорные долины. А подгорные равнины входят в область рассеивания истока. Нередко здесь образуются речки и ручьи грунтового питания, которые называют Карасу. Сложность и контрастность рельефа затрудняет разделение территории Кыргызстана на регионы по источникам питания рек. Все реки Кыргызстана по источникам питания разделяются на следующие типы. Реки ледниково-снегового питания, реки снегово-ледникового питания, реки снегового питания, реки снегового и дождевого питания. Основной источник питания рек снеговые и ледниковые воды. Их доля в общем стоке доходит до 80%. В питании рек участвуют и подземные воды. Их доля возрастает в реках, формирующихся в предгорьях и на равнинах. Например, у реки Красная, питающаяся из болот вблизи Токмака, средний годовой расход составляет 22 кубических метра в секунду. Расход воды – это количество воды, протекающей через поперечное сечение русла водотока, единицу времени. Отсутствуют реки дождевого питания. Доля дождевых вод составляет от 2 до 18% от общего стока. По данным ученых-географов, общий объем воды, вытекающей с территории Кыргызстана, составляет 46,8 кубических километров. Климатические условия влияют и на режим питания реки. Даже в бассейне одной реки по высоте наблюдаются различные режимы стока. Значение режима важно для планирования работы ГЭС и орошения. Ребята, давайте с вами вспомним, что такое половодье, паводок, межень. Половодье – это период наиболее высокого уровня воды в реке, ежегодно повторяющийся в одинаковые сроки. Причины половодья – таяние снега, снежников и ледников. При межене уровень воды в реке наиболее низкий. Межень соответствует периоду наименьшего выпадения осадков, когда река питается преимущественно грунтовыми водами. Паводок – это кратковременный подъем уровня воды в реке, вызванный поступлением в реку обильных осадков. При длительном выпадении атмосферных осадков и при интенсивном таянии снега или ледников может привести к наводнению, то есть к значительному затоплению определенной территории. По режиму стока реки Кыргызстана относятся к теньшанскому и алтайскому типам. Реки теньшанского типа питаются главным образом талыми водами снежников, высокогорий и ледников. Расход воды в них увеличивается летом, в период бурного таяния, достигая максимума в июле-августе. Реки алтайского типа питаются преимущественно талыми водами сезонных снегов средней гори. Расход воды в них увеличивается весной, а так как снег на разных высотах тает не одновременно, половодие растягивается на долгое время. Второй фактор, оказывающий большое влияние на формирование стока вод, высокие горы, которые играют барьерную роль на пути влажных воздушных масс и являются причиной более обильного выпадения атмосферных осадков. Поэтому северный и северо-западные и западные склоны наружных хребтов более увлажнены и соответственно богаче текучими водами. Например, с каждого квадратного километра площади бассейна реки Терс левого притока реки Чаткал стекает в одну секунду 16 литров воды, а на формирующейся на восточном склоне этого же хребта реки Касанцай в одну секунду 6 литров. Влияние рельефа на реки проявляется в таких характеристиках, как падение и уклон реки. Падением реки называется превышение истока реки над устьем, выраженное в метрах. Уклоном реки называют отношение величины падения реки к ее длине. Эти особенности всегда учитывались при хозяйственном использовании рек. На территории Кыргызстана формируются 2047 рек и речушек длиной более 10 километров и общей протяженностью около 35 тысяч километров. Речная система собирает воды с территорий, которая называется бассейном или водосборной площадью. Бассейны отделяются друг от друга водоразделами. Большая часть рек Кыргызстана относятся к бассейну Аральского моря. Остальные относятся к бассейну реки Тарим, озеро Иссыкуль и озеро Балхаш. Каждая река не похожа на другие, имеет свой характер и свою музыку волн. Ребята, а сейчас давайте совершим воображаемое путешествие по территории Кыргызстана и познакомимся с главными речными системами. Самая крупная река Кыргызстана – Нарын. Река по праву заслужила звание одной из главных достопримечательностей всей страны. Река протекает по территории Иссыкульской, Нарынской, Джалаабадской областей, а также по территории Узбекистана. Несясь по горным ущельям и омывая каменистые берега, она является составляющей реки Сыр-Дарья, относящейся к бассейну Аральского моря. Длина реки Нарын в пределах республики 535 километров. Река образуется слиянием рек. Большой Нарын и Малый Нарын. Большой Нарын зарождается в озере, расположенном у языка ледника Петрова в массиве Акширак. Малый Нарын образуется из многочисленных речек, вытекающих из ледников хребта Джетимбели. В целом бассейн Нарына характеризуется относительно малым количеством осадков, большинство которых приходится на летнее время. Река Нарын протекает по долинам Средненарынская, Тугус-Туроузская, Кетмин-Тюбинская долину и, пересекая Ферганский хребет, выходит Ферганскую долину. И принимая с левой стороны реку Кара-Дарья. Крупные притоки реки Нарын – реки Карасу, Чичкан, Кекемерен, Каджирты, Адбаши и другие. По водному режиму река Нарын и ее притоки относятся к типу снегово-ледникового питания, в половоде которых наблюдается в теплое время года. А межень в зимнее время. Характерные черты такого режима связаны с распределением атмосферных осадков в течение года и наличием ледников в ее бассейне. Река Нарын имеет огромное значение в развитии экономики страны. Вода используется на орошение. Река обладает значительными энергетическими ресурсами. На ней расположена крупнейшая Г страны – Токтагульская. Следующая река – Кара-Дарья. Это левая составляющая – Сыр-Дарьи. Образуются от слияния рек Тар и Кара-Кульджа. Длина реки вместе с рекой Тар – 177 километров в пределах республики. К бассейну Сыр-Дарьи также относятся многочисленные реки, стекающие с обрамляющих Ферганскую долину горных хребтов – Алайского, Туркистанского и Четкальского хребтов. В связи с использованием для полива большинство из них не доходит до главной реки. Протекающая по Ташкентскому оазису, река Четкал, формируясь на северо-западном склоне Четкальского хребта, впадает в реку Черчик – правый приток реки Сыр-Дарьи. В связи с тем, что река Четкал и ее притоки питаются талыми водами снегов и ледников, половоде их приходится на конец весны и начало лета. В связи с благоприятным расположением Четкальского хребта высока доля весенних осадков в питании реки. Реки Алайской долины относятся к бассейну реки Аму-Дарья. Река Кызылсу – одна из рек, образующих реку Вахш. На территории Кыргызстана ее длина 222 километра. Самый крупный из правых притоков – это река Коксун. Основной источник питания – талые воды ледников и снегов. По водному режиму – это река Теньшанского типа ледниково-снегового питания с половодием в теплое время года. Одна из рек Северного Кыргызстана, имеющая наибольшее хозяйственное значение – это река Чу. Общая длина реки Чу – 1030 километров. Из них 260 километров в пределах Кыргызстана. Откуда берет начало и куда впадает одна из самых таинственных рек Средней Азии? Еще до открытия Средней Азии европейскими исследователями она была одним из самых таинственных объектов. Первым путешественником, проникшим в эти труднодоступные края, был Семенов Теньшанский, который определил, что река Чу не берет начало из озера Иссыкуль. Река образуется при слиянии в Качкорской долине рек Джонарык и Качкор. В районе пересечения реки Чу с Кыргызским Аллатоу построено Ортотокойское водохранилище. Близи города Балыхчи река, повернув на запад, входит в Баумское ущелье. На месте выхода из этого ущелья с правой стороны принимает самый крупный приток реку Чонг-Кимин и течет по Чуйской долине. Далее река Чу течет на запад по широкой долине и считается границы между Кыргызстаном и Казахстаном. После выхода с территории республики теряется в песках пустыни Муин-Кума в Южном Казахстане. В связи с разнообразием условий питания и формирования стока рек в бассейне реки Чу они различны и по водному режиму. В более благоприятных условиях формирования стока расположены Чонг-Киминская долина и северный склон Кыргызского Аллатоу. Реки Кыргызского Аллатоу и река Чонг-Кимин относятся к теньшанскому типу рек, питающихся талыми водами ледников и снегов с летним половодьем. На территории Чуйской долины по величине стока на первом месте находится бассейн реки Аламидин, так как высота хребта ее бассейна достигает 3000-4000 метров. Реки Чуйской долины в нижней своей части относятся к области рассеивания стока. Вода большинства рек разбирается на орошение, поступает в искусственные орки и каналы. Бассейн реки Талас занимает долину между хребтами Кыргызского и Таласского Аллатоу. Начало Талас получает после слияния рек Каракол и Учко-Шой. Длина реки Талас в пределах республики 102 километра. В нижней части вода реки разбирается на орошение, а та, что остается, исчезает в песках пустыни Муинкум. По водному режиму река Талас и ее притоки относятся к теньшанскому типу рек, питающихся снеговыми и ледниковыми водами с летним половодьем. Правые притоки формируются на не очень высоком, без ледников, южном склоне Кыргызского Аллатоу. И относятся к типу рек снегового питания с весенним половодьем. К системе реки Тарим относятся реки в юго-восточной, самой высокой части Кыргызстана. На этой территории формируются реки Сарыджас, Аксай, восточный Кызылсу, текущие в Китай. Водосборные площади всех вышеназванных рек располагаются выше 3500 метров. Высшая точка Пик Победы 7439 метров и самая низкая точка на высоте 1680 метров. По водности и величине площади бассейна самая крупная река в бассейне реки Тарим – это Сарыджас. Начинается с ледника Семенова, как река Кашкатор, соединяясь с левой стороны с рекой Адыр-Тор, берущей начало с ледника Мушкетова, получает название Сарыджас. В Китае она называется Аксун. Длина реки в пределах Кыргызстана – 167 километров. По водному режиму реки Таримского бассейна относятся к Тяньшанскому типу рек, питающихся ледниковыми и снеговыми водами с летним половодьем. Средняя высота их водосборной площади достигает 4 тысячи – 5 тысяч метров над уровнем моря. Площадь замкнутого песточного бассейна – озеро Иссыкуль. В озеро впадает 118 мелких и средних рек. Самые крупные из них – Тюб и Джиргалан, расположены в восточной части Иссыкульской впадины. Обе реки начинаются с северного склона хребта Терскей-Алатовым. По водному режиму реки Иссыкульской котловины относятся к Тяньшанскому типу рек, питающихся снегово-ледниковыми водами с летним половодьем. Самая высокая величина стока – Орек, Каракол, Джатыогус, которые расположены в восточной части Терскей-Алатову. На границе Кыргызстана расположена река Каркыра, относящаяся к бассейну озера Балхаш. Длина ее 69 километров. Реки – важный источник водоснабжения. Вода используется для хозяйственных нужд, питья, орошения. Водоемы – излюбленное место отдыха и рыбалки. А можно ли представить себе отдых вне воды? Каждый из нас жарким летним днем стремится к берегу реки или озера, где водная прохлада снимает усталость, придаёт силы, укрепляет здоровье. Итак, ребята, давайте сделаем вывод. На общие гидрологические процессы рек оказывают влияние климат и рельеф поверхности Кыргызстана. В зависимости от высоты места и климата изменяется водный баланс и условия образования стока. Ребята, а теперь давайте с вами выполним задание. Найдите соответствие. Определите, каким бассейном принадлежат реки. Река Атбаши Принадлежит бассейну Аральского моря. Река Нарын Принадлежит бассейну Аральского моря. Река Каркыра Озеро Балхаш Река Тюб И Сыкульская котловина И река Сарыджас Принадлежит бассейну реки Тарим Процесс перемещения воды в виде потока по речному руслу Это что? Правильный ответ – речной сток Период наиболее высокого уровня воды в реке, ежегодно повторяющийся в одинаковые сроки – это Правильный ответ – половодье. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, ребята. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»